Редактор субтитров А.Семкин Короче, Танюш, вызов отработали? Отработали. Стоимость чиста? Чиста. Пойдем по бургеру, хлопья, да? Никит! Стой, 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 стой! Боже! Черт! Денек начался! Голова женская. На вид 20-25 лет. Смерть наступила не более двух суток назад. На лице множественные повреждения. Замучаемся лично составлять. Пробили номер, с которой у меня анонимка пришла. Он принадлежит некой Вере Житниковой. Работает на рынке московской пропиской. Ты с ней знаком? Нет, но мой номер много у кого есть. Я обычно свидетелям его отдаю. Мало ли что вспомнил. Тогда надо тащить ее сюда. Голова видит быстрее, раскольится. Я жаловаться буду! Тихо! Нет, мало того, что у меня украли телефон, так они меня еще арестовали на глазах у всего рынка. Вы представляете? Разберемся. Скажите, в какое время вы заметили пропажу телефона? Полдесятого я вышла из метро. Позвонила мужу. В десять пришла, кинулась. А телефончик-то тетюр. Подождите, я вспомнила. В парке ко мне обезьяна приставала. Живая? Ну какая живая обезьяна? Ну вы что? Ну этот аниматор в костюме. Он еще ко мне обниматься лез. Я ему, знаете, как двинула, чтобы он руки свои не распускал. Знаю одну обезьянку, которую обнимашки любят. Вот он нам, вот он. Вот он. Эй, ворюга! Верни телефон ворюгу! Животные лапы вверх! Тихо, тихо! Да ладно, будник! Я так рад видеть тебя, дружище. Так, Житникова, подождите нас около автомобиля. Проедем сейчас в ОВД и зафиксируемся. Хорошо. С тобой обезьянка поговорить надо. Пойдем. Да бросьте, мужики, ну подождите, ну тетка же меня в лицо... Тетка меня в лицо не видела. Мало ли кто обезьянной вырядился, а? Вот ты как, Даня, заговорил. А ничего, что ты на воле живешь третий год в долг. Что вы за какой-то звонилки устроили, а? Я вам вообще-то все это время помогал. О, помощник! Нам что, тебе грамоту выписать и портрет возле дежурки повесить? Лучший негласный сотрудник месяца? Так, ладно, шутки в сторону. Скажи, Даня, ты мне вот это сообщение прислал, чтобы найти вот это? Жуть какая. Да ничего я не присылал. Вы что, не верите? Нет, серьезно? Ну, стойте, подрезал трубу у тетки, но я ее тут же к какому-то лошаре толкнул. Вы же знаете, я всегда товар скидываю. Ладно, поехали в ОВД поговорим. А пока будем ехать, вспоминай, как твой лошара выглядит. Тимофей, угощайтесь. Инга и вы. А Танюша любит вот эти, с капустой. Спасибо вам большое. Правда, я мучное не ем. Но, думаю, один раз можно. Конечно! Лара Андреевна! Привет, мои хорошие! О, пера! Здравствуй, Ванечку, привет! Что ты тут делаешь? Что случилось? Хочу познакомиться с твоим новым начальником. Ба, серьезно, как в школе? С учителями? Почему посторонние в отделе? Кирилл Дмитриевич, это моя бабушка, Лара Андреевна. Вы новый начальник Тани. Здравствуйте. Так вот вы какая. Очень приятно. Я очень много наслышан о вашем легендарном муже. Ой, спасибо. Спасибо большое. А вы угощайтесь. Я вас благодарю. Обед отложу. Преступность разбушевалась. Да, коллеги? Ой, ребята, мне уже пора. Жаль. Всего доброго. Вполне симпатичный товарищ. Все, пока, ребятки. Вы извините. Ничего страшного. Будем ждать вас снова. Спасибо. До свидания. Впредь. Визиты родственников за пределами отдела. Касается всех. Так точно. Я не слышу! Так точно. Воронин, хватит жрать. Дудин, докладывай. Сообщение было отправлено с украденного телефона. Да ты что, серьезно? Вы полдня этим занимались? Вообще, товарищ майор, мы вора нашли. Это был мой информатор. Наш информатор. Сейчас он описывает чувака, которому толкнул трубку. Протокол допроса дай. Ваш стукачок наркоман, что ли? Почему наркоман-то? Мог бы найти терпилу с дорогим смартфоном. Зачем ему старая кнопочная труба? На кнопочном телефоне нет пароля с отпечатком пальца или фейс-айди. Развел вас ваш дятел. Кушайте, детишки. Так, телефон украл я. Но эсэмэску не отправлял и девушку не убивал. Слушайте, ничего не знаю. Все. Мозги тоже у кого-то спер. Тихо. Смотри, Даня, а ты уверен, что на сумке с головой мы не найдем твои следы? Какие еще следы? Пота жировые, дурак. Девушка не сама себе голову отрезала. По 105-й пойдешь со всеми вытекающими. Чао. Эй, эй, все. Все, я понял. Я эту сумку вчера днем у одного лоха украл. Так, и почему эту сумку нам сразу не принес? Так страшно. Убийство все-таки. Ну, а потом подумал, ведь девчонку же ищет кто-то. Ну, там, родители. Ну, а дальше-то что будет, а? Не знаю, братан. С рашленкой мы тебя прикрыть не сможем. Посидишь в обезьянчике, там тебе спокойнее будет. Убийца на воле. Вряд ли его порадует пропажа головы жертвы. Вали отсюда! Грязь не разводит. Товарищ майор, будник дурак, я не спорю. Ну, не расчленитель он. Он же, ну, по мелочи промышляет. Так я не понял, вы к буднику адвокатами нанялись? Все из чего-то начинают. Сначала кражи, грабеж, до убийства недалеко. Даня не убийца, он добрый. Хоть и жучила. Если тебе так твой будник дорог, подтверди его показания фактами. Нет? Нет, пока он единственный подозреваемый. Мы работаем, товарищ майор. Вот и работайте! Мои ингости мох и займутся таксистом, вы ищите этого пассажира. Прекрасный был пансиан. Да, там очень хорошо, очень. Юрий Николаевич, здравствуйте. Как вы? Как ваше здоровье? Может, вы вернетесь? Ну нет, что ты, Танюша, что ты? Я свое уже отслужил, теперь я пенсионер. Жаль. Романовский носил так, что на работу идти не хочется. Мне Романовский показался очень симпатичным человеком. Ба, ты видела его меньше минуты? Он холодный, как машина, и бесчувственный. А зачем тебе его чувства? Не понимаю. Что расследуете? Тут такое дело, Ване утром пришла смс-ка. У нас есть неизвестный пассажир, такси и будник, на которого могут повесить убийство. Я думаю, что будник не виноват. Я бы начал с такси. Кстати, Лара Андреевна, мы с вашим мужем познакомились при расследовании одного дела, где тоже фигурировало такси. Я помню это дело. И оно есть в архиве. Да что вы говорите, правда? Да. А можно мне его полистать? Можно даже взять домой. Но только с возвратом. Помогите! Помогите! О, черт! Дед, до скорой, дотерпи! О, черт! О, черт! О, черт! Я думаю, что даже трахея перерезана, как будто бритвой полоснули. Каблук отвалился. Убегала. Поищем от кого. Сержант, нам сообщили, что пострадавших трое. Так точно. Еще дедушка, Тимошкин ПС. Его скоро увезла, живет здесь, в доме, работает с сапожником, тут неподалеку. Калинкина Елена Васильевна, 1947 года, прописано по адресу «Широкое», дом 4. Медведкова. Далековато ее от дома занесло. Деньги на месте. 12 рублей. Значит, не ограбление. Судя по ранениям убитых, преступник должен был испачкаться кровью. Значит, далеко уйти не мог. Все патрули поставлены в известность. Леша, осмотреть все окрестные подвалы, подъезды, чердаки. Искать следы крови. Врачи говорят, повезло вам. Рана не глубокая. Крепкие. Гошмотина не любит. Или еще кто. Скажите, а мог кто-то знать время, когда вы приедете на такси домой? Да откуда? Я такси-то случайно взял на Казанском. Опоздал на электричку. А следующая только через час была. Откуда возвращались? Так из Игнатьева, от двоюродной сестры. Понимаете, до моего дома трамваи очень редко ходят. Пришлось на такси разориться. А что случилось у дома? Мы свернули в арку. Дорогу кто-то преградил. Мой таксист матюгнулся и выскочил из машины. А вы что делали? А я что делал? Я думаю, ну, пусть разбирается. И до подъезда-то я пешком дойду. А писать нападавшего сможете? Рост, одежда, цвет глаз, цвет волос. Ох, так быстро все произошло. И ничего не помню. Как испарился гад, что многие слышали, но никто ничего не видел. Жили такие нелюбопытные соседи. Все к телевизорам прилипли, товарищ майор. В 21.25 итальянское кино показывали. Камила с жилетой Мазиной. Так, что мы имеем? Сержант услышал крик о помощи в 22.25. Так точно, товарищ майор. Женщина кричала. В это же время в арку въезжает таксист Тимошкиным. Таксист увидел, как преступник напал на Калинкину и бросился ее на помощь. Вот почему он схватил монтировку. В драке преступник убивает таксиста и, убегая, наносит ранение пенсионеру Тимошкину. Получается, Ревекин с Тимошкиным случайные свидетели. Надо выяснить, к кому приходила Калинкина. А, опять по квартирам бегать. Машка, зараза, иди ко мне. Здорово, Славян. Кашка есть? Угу. Ну-ка, выройся! У нас же следственное мероприятие. Дворник видел Калинкину несколько дней назад. Но не знает, к кому она приходила. Да она не первый раз через двор ходила. Ее знакомый знает об убийстве, но молчит. Почему? Так, может, потому что он и есть убийца. Слушай, может быть, у тебя валерьяночки или пятьдесят грамм? Я уже. Давай, садись. Вставляешь в соседнем дворе. Я через эту арку каждый день хожу. А что, прям они взяли таксисту голову отрезали. Совсем уже озверели. Угу. Клава. Клава! А? А вы живете на Карамышевской, 14-й, где ночью таксиста убитого нашли? Нет, рядом, в соседнем дворе. А почему через 14-й дом ходите? Так к остановке ближе. Там в заборе между дворами дырка. Доски раздвигаются. Дыра в заборе, дыра в следствии. Расширяем круг поисков. Надо опросить всех жителей в соседних дворах. Два фрагмента женского тела, найденные на станции аэрации Урианова. Там трупы со всей Москвы всплывают. Это точно ее? Ну, судя по групповой принадлежности крови и времени наступления смерти, они идентичны той голове, которую вы нашли. Точнее скажу, после дополнительной экспертизы. Да, но есть деталь. На руке родимое пятно. Вот. А, так с этого надо было начинать. Танюш, посмотри, есть потеряшка с похожей приметой? Сейчас. Есть. Ксения Юрашкина, 19 лет, из Костромой. Здесь фасовщица на кондитерской фабрике работала. Чего за чувак по двери торчит? Это свидетель Геннадий Рогов. Гражданин Украины из Луганской. Миграционные документы у него в порядке. В столице второй год таксистом работает. Таксист? Круто. Как нашли? Камеры наблюдения. А, камеры наблюдения. Ну, по камерам наблюдения даже обезьянка нашла бы. А мы тут трупами любовались со станции рации, пока вы кино глядели. И что, Никитос, много тебе трупов рассказали? Да почти все, Ингуш. Личность погибшей установлена. Трупы поразговорчивее некоторых будут. Да, Тимок? Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Мы одно дело делаем, да? Рогов, скажите, а пассажир тот вас по приложению в смартфоне вызывал? Нет, я взял его с тротуара. Цену заломил, он не торговался, сел на заднее сиденье. А вещи у него с собой были? Пара сумок. Он их в салон запихнул, потом вышел что-то купить. Когда отъехали, не досчитался одной сумки и на меня орать стал. А вы что? Я ему с торжем не нанимался. Он спорить не стал. Вылез на полпути. Расплатился полностью, как и договаривались. Скажите, а как он выглядел? Да у меня за день таких десятки. Лет пятьдесят с гаком. Приличный с виду. Лучший свидетель. Никит. Вот здесь подпишите, пожалуйста. Фрагмент тела из Курьянова завернут в пакет из магазина «Нотный стан». Поднимем данные по продажам за полгода. Вдруг повезет. Танюш, на этой работы на месяц. У тебя есть идеи получше? Хорошая новость. Наши пакеты с новым дизайном завезли в магазин только месяц назад. Ну, это нормально. Это ж не магаз, алкашки. Тут наплыва покупателей не будет. Плохая? Да. Администратор начиталась про произвол силовиков и отказывается давать информацию без разрешения суда. День потеряем. А она симпатяшка? Пофиг. Ниночка, душа моя, раскрою убийство, будешь первой, кому я позвоню. Вся инфа за месяц. Данные по переводам всех банковских карт. Как ты это сделал? Танюша, я с детства музыку люблю. У нас еще в школе такая музычка была. Я прям проностальгировал. Но это все для работы. Да нет. Нет, из этих я никого не помню. Посмотри еще раз. Может быть, ты пропустил. Мы два часа искали фотографии подходящих покупателей. Да я устал. У меня в глазах, конечно, мельтешит. Уставший! Ты обратно в камеру ходишь? Или Бутрик с кофе? Кофе. А? Танюш, дай скидочную карту. Стоп. Покупатели могут налом расплатиться. Узнаем, в магазине есть карты постоянных клиентов? Маментик. Алло, Ниночка, это Никита. Да, еще ловлю. Еще ловлю хорошую вас. Скажи, в магазине у вас есть скидочные карты? Прекрасно. Тогда мне очень нужна твоя помощь. Уведут парня. Смотри, давай. Парень. Да он это, зуб даю. Вячеслав Николаевич Крутиков, 54 года. Преподаватель консерватории по классу скрипки. А, нет. Я не знаю, никакой Юрошкиной. Я вообще ее первый раз вижу. А, вот так. Зачем вы мне это показываете, а? А чего вы так нервничаете, если вы ничего не делали? А мы с Ларочком вот такой пленкой во время ремонта мебель накрывали, чтобы краской не забрызгать. Ага, или кровью. Пленочку давно приобретали? За неделю-полтары, наверное, назад. На строительном рынке. Чек есть. Павильон, где брал помощь? Чека нет. Я Павильон не помню. Павильон, как Павильон. Вы что ко мне пристали, а вообще? Крутиков, вы поете с номером ВВД. Я сам. Не надо. Мне нужен адвокат. Психиатр тебе нужен? Продолжение следует. Нет, я так не могу, чтобы точно. Они оба похожи. Фиксируйте в протоколе опознания. Да он это был в такси вчера. Я у него сумку и украл. Это тоже зафиксируем. Уводите. Всем спасибо. Будник неоднократно задерживался и доставлялся к вам в ВВД за кражи. И каждый раз вы его отпускали, судили над таким свидетелем смеяться будут. Суд рассматривает показания всех свидетелей, несмотря на их репутацию. Воришка, который что угодно подтвердит. А мой клиент человек уважаемый, музыкант. К тому же у Крутикова алиби. Какое еще алиби? В три часа дня, когда ваш Будник якобы видел Крутикова в такси, мой клиент был дома. Мы это уже слышали. Кто может еще подтвердить? Курьер службы доставки. Он доставил заказ Крутикову. Проверяете? Данные предоставлю. Это одни показания против других. Ваш курьер против Будника. Нет. У курьера нет никаких связей с Крутиковым. А вот по поводу вашего Будника, в суде, я уверен, возникнут большие сомнения. Ну, вот суд и разберется. В общем так, я требую отпустить моего клиента или я пишу жалобу в прокуратуру. Молодцы. В первую очередь ищем мужчин. Возраст от 20 до 60 лет. Одиноких. Почему одиноких? Калинкина в этом дворе часто бывала. Знала, где срезать дорогу до остановки. И вряд ли женат и рискнет водить в себе любовниц постоянно. Может, бабушку навещала? Угу. В новом платье и украшениях. А еще косметика, духи. А это все не для бабушек. О, вот наш товарищ. Эдуард Рындин. 30 лет. Холост. Парикмахер. Вероятно, дамский угодник. А еще у него есть доступ к бритве. Пойти, что ли, побриться? Ну что, бачки сбриваем? Не модно ведь. Так уже не носят. Баки оставляем. А вы всех стрижете или только мужчин? Да всех. А Елена Калинкина у вас стриглась? Калинкина. А, вы этой бритвой ее по горлу, да? Семяк не болит? Семяк не болит? Семяк была у меня в гостях. Чем занимались? Ну, вы взрослый человек. Ну, чем мы еще можем заниматься? Ну, вот в тот момент, когда мы как раз этим самым занимались, в самый неподходящий момент вошла моя жена, Надежда. А вы не предполагали, что она может прийти? Да нет, конечно. Я же развелся с ней заочно. Откуда же я знал, что Наденьку отпустили? Откуда отпустили? Из тюрьмы. В общем, четыре года назад Наденька бросилась с ножом на мою клиентку. Ну, приревновала. Ну, Наденьку и посадили. Значит, второго числа между вами тоже был конфликт? Да, еще какой. Надя такой скандал устроила. Ну, Лена расплакалась, убежала. А я пригрозил вызвать милицию. Ну, Надя, она постояла немного и ушла. Вы же знали, что ночью Калинкина была убита. Почему не сообщили в милицию? Зачем мне проблемы? Неужели Надя взялась за старое, а? Продолжение следует... Гражданка Рындина, вам же запрещено покидать 101-й километр. Мать с ребенком разлучать не запрещено. У вас с Рындиным есть сын, Роман, 8 лет. Не поздно решили ребенка навестить в 10 часов вечера? Я гражданин начальника на 101-м километре вкалываю на торфяниках. После работы и поехала. А Эдик этот урод. С очередной куклой своей кувыркался. Вот мы повздорили и разошлись. А после Елену Калинкину обнаружили мертвой. За старое взялась. Любовницу мужа убила. Так, Леша. Из-за чего конкретно был конфликт? Эдик этот... Он тварь бездушная. Он меня сначала родительских прав лишил, а потом Ромку в интернат сдал. А я только ради сына на зоне 3 года жила. Поэтому вы Рындиной ударили. Ну уж треснула от души. Калинкину эту вашу я не трогала. Нормальная баба она оказалась. За что же вы ее так быстро успели полюбить? Она когда услышала, что Эдик Ромку в интернат сдал, знаете, как расплакалась? Позвала его по-всякому и убежала. Потому что есть она эта женская солидарность. И вы пошли за Калинкиной? Да не видела я ее больше. Я на трамвай села. Мне еще на электричку нужно было успеть. На остановку как шли? Через арку? Я? Нет. Квартал обошла. Почему не напрямую? Вы же знаете дорогу. Просто решила прогуляться. Молодцы мы, Виктор Сергеевич. Раскрыли дело по горячим следам. Да ну? Ну да. Рындина убила Калинкину и таксиста. И избавилась от свидетелей. Она же уже один раз взялась за нож. Из ревности. Из ревности, Леша. Женщина в этом состоянии способна на многое. Тут другая ситуация. Она просто соврала про Калинкину. Ушлая баба, зэчка. Скажи мне, откуда она взяла оружие? Она что, знала, что Калинкину Эдика встретит? И бритву она с собой постоянно носит, да? Получается, что так. Да не получается, Леша. Если это ушлая баба, как ты выразился, то она соображает, что шататься с бритвой по городу новый срок. Зачем я опять на зону? Нет. Но что-то она скрывает. Надо поминутно восстановить, что произошло той ночью. Витя, привет. Я думала, ты будешь поздно. Ленка спит уже? Да, с бабушкой нагулялась. Ты голодный? Да. Это что? Это моя подруга. Стердет с международных линий привезла. Цены не ломят. Лар тебе очень идет. Всего 250. Мы же на Евпаторию откладываем. Аленке надо на море. Нельзя же в лохмотьях ходить. Приличные люди. Витя, может, хотя бы пиджак тебе возьмем? Твой же старый, потертый. Это мой счастливый пиджак. Я его почищу, и будет еще счастливее. Хорошо. Я могу добавить, если проблемы? Мам, я потерплю. По показаниям вашего бывшего мужа, вы ушли из его квартиры через две минуты после Калинкиной. Так? Да, я так говорила. Это было в 22.20. По телевизору как раз заканчивалась первая серия итальянского фильма. Справка из гостелерадио. Сержант Зуев услышал крики о помощи, когда началась вторая серия. Время 22.25. Сержант обошел квартал по улице, двигаясь в сторону арки, где и было совершено преступление. Он проходил мимо дома Рындина, но вас, Надежда, он почему-то там не увидел. Почему? Я испугалась и спряталась от него в подъезде. У меня же справка об освобождении. Мне встречаться с милицией ночью опасно. Очень не вовремя вы решили поиграть в прятки. Если бы сержант вас видел, у вас было бы алиби. А так у вас и мотив, и возможность совершить убийство Калинкиной и случайных свидетелей. Вы действительно решили, что я перерезала ей горло? А откуда вам известно, как именно была убита Калинкина? Люди болтают. То есть вы говорите, что вернулись в рабочий поселок и больше в Москве не были? Правду. Я пошла через соседний двор. Остановилась у подъезда просто прикурить папироску. Помогите! Помогите! Вот! Слушайте, я не видела его лица. Только силуэт. Все, потом эти соловьи милицейские. Я очень испугалась. Убежала через дом Эдика. Куда бросила окурок? Что курила? Папиросы. Север. Около водосточной трубы бросила. В водосточной трубы обнаружен окурок, папиросы, север. Курьер сразу опознал Крутикова и подтвердил его алиби. Да, адвокат у него ушлый. А я готов подписаться под каждым его словом. С такими показаниями дело в суд передавать нельзя. Крутикова отпускаем. Я уверена, что Будни говорит правду, а Крутиков замешан в убийстве. Подтверди фактами. Подтверди. Установите связь Крутикова с погибшей. Ищите мотив. Так точно. Да, еще одно. Надо бы ваш детский сад разбить. Воронин, работаешь с Ингой, Таня с Тимофеем. А, нормально, блин. А, нет, не так. Таня работает с Ингой, Воронин с Тимофеем. А я с кем? А ты со мной. Ну, грустно думать, что напрасно была нам молодость дана. Вы о чем? О твоей личной жизни, которой нет. Судя по тому, что ты до сих пор торчишь на работе. Моя личная жизнь, это моя личная жизнь. А это не скажи. Следить за психологическим климатом в коллективе это прямая обязанность начальника. Я вообще-то делом занята. Если расследование зашло в тупик, нужно проверить материалы дела еще раз. Наверняка, что-то упустили. Интересная мысль. Твоя? Так говорил мой дед. А, я уже забыл. Ты же у нас из династии следователей. Я заслугами деда не прикрываюсь. Оставим твою биографию кудровикам. Что у тебя? У нас три человека, между которыми нет никакой связи. Это таксист из Украины, уважаемый музыкант и девушка-фасовщица. Я читал материалы дела. Спасибо. Да, но где-то же их жизни должны пересекаться. Вот я ищу хоть какое-то совпадение. Молодец. кофе. Спасибо. Вчера до поздна сидели и додумались. У Крутикова в квартире был волейбольный мяч. Он был в молодости КМС и даже выступал за сборную района. Ну, я тоже раньше баловалась. И что? То, что Юрашкина по выходным ходила в парк играть в волейбол. Вот и связь. Да. Кирыч у нас мозг. Слушай, а Романовский, он почему такой? В смысле, непонятно, чего от него ждать в следующую секунду. Зацепил он тебя? Чисто по-женски. Да? Нет, я просто я хочу понять, с кем работаю. Да успокойся ты. Он женат на работе. А на работе он не-не. Да я просто так спросила. Помочь? Да. Давайте. Не переживай, я подменю. Спасибо. Я Диана. Таня. Не подскажешь? Знаешь такую Ксению Юрашкину? Она с вами по выходным играла. Знаю. Не очень хорош по даче. А Вячеслава Крутикова? Нет. А вот так? Музыкант? Знаю. Этот музыкант с Юрашкиной они вне площадки общались? Ну, они обычно после игры идут вместе по парку гулять. А почему полиция интересуется, Ксюша? Она убита. Крутикова надо снова задержать. Он собрал, что незнаком с Юрашкиной. Что ты ему предъявишь? Прогулку по парку? А почему нет? Нет. Нет. Следов крови в квартире Крутикова не обнаружено. Орудий преступления нет. Мотивы тоже. Нужны железные улики. Зато будник в камере сидит. На него же проще убийство повесить. Вот именно. А чтобы этого не произошло, он должен нам помочь. А как-то он нам может помочь, сидя в изоляторе? Любому человечку найдется применение. Да, парень, положение у тебя не завидно. Слушайте-то, я же познал того мужика. Дань, ты стукач. Стукач, кто тебе поверит? Тем более на сумочке только твоей отпечерки пальцев. Ты не убивал я ее? Ну, вы что, не верите, что ли? Я? Я прямо сейчас могу это дело в суд передавать. Мне не надо никого искать. Да, только... Дудин, покинь кабинет. Таня, останься. Вообще, Дань, если быть честным, у тебя есть шанс. Нужно просто поучаствовать в небольшой оперативной игре. Пустяк. Налибим на тебе аккаун. Встретишься с Крутиковым. Нет. Нет, я в такие игры не играю. Слушай, лучше сразу с ножом сажай, Блудник. Ты же с дедом живешь. Он у тебя ветеран труда, инвалид. Да. Я единственный кормилиц, еще не пенсии-то крошечные. И любимый гараж деда снесли. Угу. Он даже заболел из-за этого. Скорую ему вызывали. Так вот подумай, как он здесь будет один без тебя, пока ты будешь сидеть. Угу. Даня, нам очень нужно поймать жестокого убийцу. Он ведь не остановится. я обещаю, мы будем рядом. Все будет хорошо. Я сделаю все, что скажете. Ну, молодец. Похоже, Надежда Рындина говорит правду. Калинкина случайная жертва. Возвращаемся к самому началу. Неизвестный преступник с бритвой. Леш, что-то у меня здесь не сходится. Что именно? Несоответствие в показаниях счетчика и наличности у таксиста. Под козырьком мы нашли 12 рублей. По счетчику было 70 рублей. 70 минус 12, получается 58 рублей. Два рубля оставляем на чай, значит, не хватило 60 рублей. Если деньги у таксиста забрал грабитель, почему он оставил 12 рублей? Мужики, есть наряд на развоз инкассаторов. Кто поедет? Понятно. Значит, как всегда. беру. А что это за казино у нас тут? Это мы шуткуем. Инкассаторов возить невыгодно. Вот ребята придумали утешительный приз. ОБХСС эта шутка может заинтересовать. Но я не по этому поводу. По поводу погибшего Ревякина хотел потолковать. Вы про Володю. Ну, давайте. После нападения при обыске машины Ревякина обнаружили 12 рублей. А по счетчику он заработал не менее 70. Такое может быть. 70. А плану 65 за смену. Когда он успел перевыполнить и полсмены не прошло? Часто он так по-стахановски работал. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот. Так, Ревякин 0, февраль, март. В течение года каждый месяц 2-го числа он выходил в рейс. Да. Даже когда приходилось подменяться. И каждый раз перевыполнял план. Почему? Есть какие-то соображения на этот счет? Мне кажется, у Ревякина был постоянный клиент. Это как? Ну, к примеру, торговец рынка нанимает таксиста. Тот возит его целый день по точкам. По двойному и тройному счетчику. Выручка в кармане, план выполнен. Клиент инкогнито. Ревякин мог о нем кому-нибудь говорить? Да вы что? Кто же сдаст жирного клиента? Никто. Никто. Петр Семенович, не бережете себя. О, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Рановато из больнички выскочили. Времени-то прошло, а вы уже тут. на казенных корчак жить не приучили. Рана заживает. Чего без дела валяться-то? Вам что-то надо? Да вот, хотел спросить, вы убитого таксиста Ревякина давно знаете? А, совсем не знаю. Я его первый и последний раз в тот вечер видел. А что вы решили, что его знали? Нет, я просто так спросил. Работа такая, спрашивать, проверять, вопросы разные задавать. Ну да, 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 у вас своя, у меня, своя. Что-то у меня не сходится в показаниях ваших по времени. Чего? Чего? Смотрите, подходящая электричка, которая останавливается на платформе Игнатьева пришла на Казанский вокзал в 21.25. Ага, ну это... Допустим, вы потратили 15 минут на очередь на остановке такси, потом еще 15-17 минут на дорогу домой. Ага, вы должны были приехать домой около 22.00. А это на полчаса раньше. Ага, не сооружу, что-то... Следующая электричка, которая пришла на Казанский вокзал, была уже в 22.30. Таким образом, вы просто не успели бы быть дома в момент нападения. Ой! Что? Сердечко у меня прихватило. Я полчаса же на лавке просидел. Поэтому такси-то пришлось взять. Ну, в прошлый раз вы говорили про трамвай. Мне неохота было после приступа на трамвай тащиться. Не-не... Понимаю. Вы подозреваете меня в чем? Ни в коем случае. Просто проверяю то-се протоколы и показания обстоятельства. Ой-ой-ой-ой, товарищ, вам бы набойки новые сделать. А небось бегаете много, да? Ну да, мы за бандитами, а не от нас. Ну да, конечно. Спасибо, Петр Семенович. В другой раз. Сейчас времени нет. Ну, смотрите, смотрите. Всегда рад. В информационно-вычислительный центр ГУВД Мосгорисполкома запрос. В связи с расследованием уголовного дела по факту убийства двух и более лиц прошу установить личность Тимошкина П.С. 1917 года рождения. Продолжение следует... Тимошкина в базе МВД ничего нет. Не привлекался. Отпечатков пальцев тоже нет. У сестры его двоюродные из Игнатьева показания взяли? Да, она подтвердила коллегам из областного ВД, что Тимошкин в этот день у нее был. Вечером поехал на электричке. Старик сложный человек. Вел себя странно. Может, он и есть постоянный клиент Ревякина? Дедушка? Если бы меня ополоснули по животу, я бы тоже волновался. Дедушка. Согласен. В конце концов, Ревякин мог взять Тимошкина у вокзала уже, когда отработал с постоянным клиентом. Точно! Искать над этого клиента, чтобы платить тройной счетчик, одной зарплаты не хватит. Все-таки не понимаю, куда делись недостовища 60 рублей? Хорошо. 20 копеек за посадку. 20 копеек за километр. Осталось примерно 120, 140 километров пробега такси. Машина грязная. Скорее всего, Ревякин ездил куда-то за город. Дождемся заключения экспертизы почвы с протекторов. Виктор Сергеевич, по тому же адресу, где напали на Калинкину и таксиста, новое убийство. Это свежая сводка. что-то часто там убивать стали, Леша. жалости не имеет. Сергеич, ты примечался уже? Ты че? Соскучился. Кто тут у тебя пострадавший? Пацана порезали? Вячеслав Крутиков, 16 лет, музыкант. На скрипке пиликает. Я помогу. Район хорошо изучил. Да что у тебя район-то? Дело пустяковое, бытовуха. Работаю тихо, спокойно. От тебя, Васильев, у меня одни неприятности. В сводке обозначено убийство. Мне надо проверить, нет ли связи с моим делом о нападении на таксиста. Какая? Ну какая связь? Парнишку, сестра его обнаружила. В помощниках? Не нуждаюсь. Спасибо, Сергеич. Дай посмотреть на убитого музыканта. Погоди. Парнишку, погоди. Парнишка живой еще. Это я попросил накрыть его. О, вкусник ты, Фролов. Зачем тебе это? Пускай преступник думает, что он мертвый. Тогда и в бегань ударится. А Крутикова очнется, даст показания, я бандита сразу. Хоп! Стратегия. Да ты хитрец, Фролов. Заключение криминалистической экспертизы по делу номер 127 дробь 55. На исследование представлены образцы почвы с протектора покрышки Ярославского шинного завода и кузова автомобиля «Волга» ГАЗ-24. В результате исследования установлено. Представленные образцы почвы содержат следы трихлофоса. Трихлофосом опрыскивают лес от энцефалитных клещей. Значит, работы проводились 2 июня и накануне в Орехово-Зуевском районе станции Остафьево и около Можайска. Это разные концы области. На проверку идет не одна неделя, но проверять будем. Сергеич, поздравим. Я раскрыл дело. Парень очнулся? Нет. Крутиков до сих пор в анимации может и не выкарабкается. Ну, а как же раскрыл тогда? Приятель. У Крутикова есть местный хулиган Генка Рогов. Пять приводов в милицию. И что? Генка хвастался перед пацанами золотым царским червонцем. А откуда у шпаны червонец? Да еще с отпечатком пальца Крутикова. Генка признался в покушении на убийство? Нет. Говорит, что червонец ему Крутиков дал. Скрипач? А у него откуда золотые червонцы? Он сказал Генке, что нашел клад, когда в подвале кошку искал. Врет, конечно. Но выводы я сделал. А-а-а. Поделишься? Рогов сказал, что Скрипач попросил его продать червонеч через знакомого порыву. Ну, ясно же, что у этой шпаны от золота голова кругом. Вот он и зарезал дружка. Дело закрыто. Музыкант, шпана, червонец-барыга. В заключении медэкспертизы сказано, что Крутиков получил один точный удар прямо в область сердца. Да. Даже пикнуть не успел. Да. Ага. А как получилось, что он живой остался? Не знаю, какая разница. Главное, что я оперативно дело раскрыл. А скажи мне, откуда у дворового хулигана Генке такая сноровка? Одним точным ударом попасть прямо между пятым и шестым ребром? Может, случайность? Нет. Знаешь, ты мне тут интуиция мне шепчешь, что рано ты Генку в убийце записал. Сергеич, вот чего ты мне настроение портишь, а? Все так складно было. Не складно. Остальные червонцы у Генки не нашли. Вообще, меня больше интересует, откуда они взялись. Сергеич, я смекаю, что ты все это из зависти мне тут. У тебя у самого в деле подвижек нет. Миша, червонец на экспертизу, может, он фальшивый, а потом будешь думать, что с Генкой делать. Можно я запрос на вашей машинке отстучу? То у меня лента почти закончилась. Можно. постановление о проведении комплексной химико-криминалистической экспертизы. На экспертизу предоставляется монета желтого металла. Достоинство 10 рублей. Царской чеканке 1899 года. Слышишь, дядь, это Даня Будник. Какой еще Будник? Да мы в ментовке на опознание виделись. Ну и зачем вы мне звоните? Так меня менты сегодня выпустили под подписку. Поздравляю вам. А от меня что нужно? Есть тема. Потолкуем? Я, короче, ментам не все рассказал. В сумке, что я от тебя тиснул, кое-что твое осталось. Я не понимаю, о чем вы вообще говорите. Перчатки резиновые нашел. Все в крови. Втыкаешь? Послушайте, а чего вы взяли, что эти перчатки мои? Да я тут подумал, внутри перчаток могут быть следы. Ну, например, твои. Хотя, конечно, если перчатки не твои, то и бояться нечего. Знаете, вот это вот все, что вы сказали, это полный бред. Я все равно не понимаю, о чем вы говорите. Короче, у тебя есть час, чтобы перезвонить мне. Давай, думай, дядя. Молодец. Молодец. Ну, Крутиков наверняка избавился от перчаток. Ну, сейчас не важно. Он сейчас собственной тени боится. А начнет сомневаться, напридумывает сам все черти что. Что ты от меня хочешь? Да я после ИВС устал. Деньги на отдых нужны. Триста тысяч. Меня устроит. Так, давай, встретимся в Три. Адрес тебе, эшемешка скину. Молодцы. Не жёстко-то с ним? Да, пользуй ему. Чего-то Крутиков долго не выходит. Он точно дома? Точно. Я звонила ему на домашний, якобы предлагала пройти медицинское обследование. Не нравится мне всё это. Надо было бы уже навстречу выходить. Крутиков. Крутиков. Ты это, не убил его? Такого приказа не было. Понял. Кафе Перестрелка. Ты здесь за старшего. Чего? Здорово. Да пошёл ты. Берём Крутикова. Готов. Ты куда смотрела? Мне официантка помешала. Официантка? Ничего здесь не трогать. Ну что, майор? Доигрался? Вань, не надо. Чего не надо? Ему припрёт, он любого из нас так подставит. Хорош орать. Что? Хватит орать. Будник вор. Он сделал свой выбор, когда украл сумку. Значит, такие люди, как Даня, для тебя мусор? Можно подставлять их убивать, да? Ты должен понять, Дудин, что с такими, как Будник, мы по разные стороны баррикад. или вали к чертяму из органов. Мне пора идти. Мне надо ещё забежать к ювелиру. Ну, ой. Оп. Стоп, а зачем к ювелиру? Ну, там... Гражданка Васильева. Мне мама разрешила продать десять рублей царские золотые. У нас же проблема с деньгами. царский червонец. Вы с ума сошли? Восемьдесят восьмая статья у Караса Фсейр. Ну, никто же не узнает. А ювелир очень хороший, мамин... знакомый. Я знаю всех знакомых твоей мамы. И в комиссионках, и... не только. Ну, при чём тут это? Мы же не украли эту монету. Она досталась нам от покойного деда. Ларис, хранить как память не нарушение. А вот продавать это уже состав преступления. Не вздумай. Я сказал. Нельзя было папки сложить? Как мамай прошёл. Работаем, как улитки. Каждую бумажку приходится искать. Виктор Сергеевич, дома что-то случилось? Сергеевич, Алексей, приветствую. Ну, как у вас тут? Дело продвигается? Да вот, уборку затеяли. Здравствуй, Фролов. Что? Пришёл похвастаться своими достижениями? Не-не, наоборот. Хочу сообщить тебе, Сергеич, интересную информацию. Пришло заключение по чесарскому червонцу. Это свежая подделка. Садись, излагай. В червонцу есть особенность. В золоте девятисотой пробы обнаружены микропримеси родия. А его там быть не должно. В ювелирном и самородном золоте эти примеси отсутствуют. Источник золота промышленное производство. Роди используется при изготовлении лакокрасочной продукции. Второй раз за день царский червонец всплывает. Любопытно. А это вам. Деньгами не берете, то хоть посуды, а то вон все чашки разные. Так, давай. Алена уже три разбила. Мама. Ну, знаете, какая разница, из каких чашек чай пить. Чай-то в них точно такой же, как в вашем сервизе. А из новых вкуснее. Правда, солнышко? Мамуля, спасибо. Витя, ну, смотри, как мама она заботится. Скажи спасибо. Надо сказать. Конечно. Спасибо вам, мама. Ох, ну-ка. Осторожно. Это же астафийский фарфор. Там и каемка золотая есть. Да? О, смотри-ка, какая тут каемочка золотая. что такое? Да, откуда она интересная такая? м? Что не так? Опять конфисковывать будете? Может быть, чек вам показать из универмага? Не надо чека. Сиди здесь, Инна Са Петровна. Вы чудо. Пейте чай, меня не ждите. Буду нескоро. Папа на работу. Совсем заработался, да, малышка? Да. Да? А я не удивлена. А? Я предупреждала. Остафьевский фарфоровый завод находится в Орехово-Зуевском районе. Там как раз 2-го июня опыляли лес против клещей. Вот куда таксист Ревякин раз в месяц привозил своего пассажира. А? Зачем? Я как раз из профильного НИИ. вот такую вот каемочку рисует вручную, используя препарат жидкого золота, в котором содержится 12% чистого золота и примесь родия. Как в поддельном червонцах Кротикова. я связался с коллегами из областного БХСС. У них как раз сейчас оперативные разработки дело о хищении жидкого золота с фарфорового завода. По делу проходит местный химик-технолог Ширяев. Это что же получается, Сергеич? Мы с тобой на крупную аферу вышли? Я вот до сих пор не знаю, что за пассажир был у Ревякина. Такси видели в Астафьево. А пассажира никто не опознал. Он обычно вечером приезжал. Может, таксиста один ездил. Кувьером работал. Может, и так. А зачем ему червонца чеканить? Леша, вот это как раз понятно. Золото в слитках вызовет много вопросов. А царская монета на черном рынке за 350 рублей легко уйдет. У нас со своей посудой нельзя. Я извиняюсь, Зинаида. Можно добавки? Сколько? Один. Нет. Три. Дайте, пожалуйста, Зинаида. Виктор Сергеевич, отличная новость, Леша. У химико-технолога с фарфорового завода при обыске в гараже нашли целую лабораторию. Там все. Там тигли, формы, штамп. Я хотел... жулики выносили с завода препарат жидкого золота, пропитывали им ветос, сжигали, а потом получали в остатки чистое золото. А потом делали поддельные червонцы. Я нашел данные на Петра Семеновича Тимошкина. Хотя он не Тимошкин и не Петр Семенович. Что? Ну, он же пенсионер. Вот я и решил проверить по очень старым делам. И дал запрос в архивы МВД. Ни тяни, Леша. Пальчики нашего старика всплыли. И оказалось, его зовут Яков Шенкер. Лет 20 назад был известным Шнифером. Сейф вскрывал. Такая фигура у нас под носом. Почему его из базы убрали? Потому что в 1970-м он официально умер в колонии в Коми АССР. Погиб на лесоповале. Именно поэтому его карточку отправили в архив. Леша. Растешь. Надо брать этого Тимошкина Шенкера. Да погоди. Ясно, что Тимошкин каждое второе число ездил за партией новых монет. Но этого мало. Да при чем тут мало? Старик опытный рецидивист. Может опять уйти от нас. Понятно, что опытный. Но без улик его не возьмешь. А его подельник играет в молчанку. Восставь ей. Теперь понятно, как золотые монеты попали в подвал. Тимошкин их туда скинул. На следующий день их нашел Славик Крутиков. А потом его друг Ген Корогов всем хвастался этим черлонцем. Так Тимошкин Шенкер узнал, где его золото. Вопрос. Где орудие преступления? Ножа и бритвы в подвале нет. Я все обыскал. Вы Тимошкина обыскивали перед тем, как его увезла со скорой. Не обыскивал. Он же потерпевший, он в крови есть был. Леша, опроси медиков со скорой, которые везли Тимошкина. Все, что помнят и не помнят. Вытряси из них. Да, второго числа я дежурил. Моя бригада ее привезла. И как он себя вел? Все дорогу стонал. Был весь в крови. Причем, когда я хотел ему брюки разрезать, ну, чтобы получить доступ к раннюю, так он как вцепится в них? А объяснил, почему нельзя брюки резать? Все причитал, что у него в бумажнике пенсия. Не драться же мне с ним. Ну да, дедушка старый, дряхлый, побоялись, что помрет. Да вот не такой уж он и гряхлый оказался. Живчик-стричок-то. Мы когда его на носилках из машины выносили, он как вскочит, как побежит. Да, и удалось удержать. Не сразу. Упал дедушка. Но такое бывает. После ранения, при шоковом состоянии. А вы в машине не находили ничего интересного? Ну, ножа, бритвы? Да вроде нет. А где старичок упал? Так я же говорю, вот отсюда побежал и вот в эти кусты. Лев Валерьевич, подождите меня, пожалуйста, вот в этих кустах. Вот там. Лёна Семёнович. Лёна Семёнович. Приветствую. Посмотрите ботиночки. Может, правда, много бегаю. Ну, это, новые набойки-то поставил. Ещё побегаете. О, какой интересный ножичек у вас. Какой? Вот это всё? острый, как бритва, наверное, да? Слушайте, а у меня точно такой же есть. Сейчас, где он? Вот. Вот. Точно такой же. И его ли вы сбросили, когда случайно с насилок упали? Гражданин Шенкер. Получается, нашёл. как же тебя не найти-то? Яша. Ошибочка у вас вышла, гражданин начальник. Я думал, пообедать, а тут стрельба. Испугался, выбежал. А меня ваши амбалы избили. Я жаловаться буду. Хватит придуриваться, Рогов. Вы пошли туда, чтобы устранить свидетеля преступления. Точка. Согласно судебно-баллистической экспертизе, вы, Рогов, вот из-за этого пистолета убили Данила Убудника при свидетелях. На пистолете нет моих отпечатков. Ошиблись свидетели? Вы докажите, что это я. Зачем мне вашего стукача убивать? Чтобы своего подельника прикрыть. Вячеслава Крутикова. Крутикова? Да я Крутикова вашего один раз в жизни видел, когда вёз в такси. Эх, Гена, Гена, в кого же ты превратился? Ты кто ещё такой? Золотой червонец, помнишь? Славку скрипача. Машка, зараза, иди ко мне. Здорово, Славян. Кошка еще? Ну-ка, враись! В общем, Рогов и Крутиков, старые друзья детства, жили в одном дворе. Спасибо за помощь, товарищ подполковник. Я уже и сам собирался перейти к конкретике, но теперь будет проще. Вот в этих показаниях курьер признаётся, что ты, Рогов, заплатил ему сто тысяч за ложное алиби Крутикова. Не докажете? Да уже доказали. Курьер твой почистил записи в компьютере фирмы, вбил фамилию и адрес Крутикова в чужую доставку. Спецы из отдела К обнаружили изменения. Можно водички? Конечно. Дружба со скрипачом, Славкой, то есть, круто мою жизнь развернула. Год через два, после истории с червонцем, это случилось. Хотелось бы подробностей, Рогов. Когда Славка оклемался, после ранения, поехал он на международный конкурс ФРГ. Привёз пластинки, дефицит. Короче, он принёс мне те пластинки, чтобы я толкнул их на чёрном рынке. Статья 154. За спекуляции до двух лет давали. Вот по ней я и пошёл. Отец Славика, Крутиков старший, предложил мне на себя всё взять. Нашёл аргументы? Да. Мне тогда срок подходил в армию идти, а там Афган. Объяснил он мне, что лучше уж я те же два-три года в колонии Варежки буду жить, а зато живой останусь. И что же, вы всё это время поддерживали дружбу с Крутиковым? Нет, дороги наши со скрипачом разошлись. После колонии я на Украину уехал, в Луганск. Там же в лихие девяностые сел за разбой. Тогда вы снова начали общаться? Год два назад, после отсидки. Вернулся в Москву, таксовал, как-то ко мне в машину сел Крутиков. Узнали друг друга. Иногда встречались, вспоминали молодость. С богатым другом грех не выпить. Дорогов. С бедными пить не на что. А деньги у Славки водятся. Правда, мозгов себе не нажил. Мы с Ксенией познакомились в парке на волейболе. Между нами сразу какая-то душевная связь возникла. После игры мы долго гуляли, разговаривали. На молодых, значит, потянуло. Зачем вот так? Я ей рассказывал о Венеции, о Мексике. Конечно, не стал великим музыкантом, намного поездил, повидал. Она меня внимательно очень слушала. Зачем вообще издались? В парке много молодых волейболистов. Знаете, нынешняя молодежь очень зациклена на себе. Женщина невнимательная, рыцарей нет. У них только одно на уме. Простите, а у вас что-то другое? Короче, мне этот сахарный сироп уже надоел. Кто был инициатором отношений? Вы или Юрашкина? У нас все было взаимно. Моя жена Аня, она женщина деловая, куратор в арт-галерее, часто бывает в разъездах, командировках. И очень давно уже стала ко мне невнимательна. Ну вот. Значит, между вами и Юрашкиной были интимные взаимоотношения. Неделя назад, это как раз в прошлую субботу было, моя жена улетела в Японию, в командировку. Я решился и пригласил Ксюшу к себе. Я так хочу в Венецию. После того, как вас разведут, мы поедем в Венецию? Посмотрим. Пока рано об этом говорить, я должен подготовить Анечку. Слава, ты же разведешься с ними? Ксюш, не все же так просто, а? Я же тебе говорил, я финансово не свободен, завишу полностью от жены, так что мы с тобой будем иногда вот так вот встречаться. Иногда встречаться? Зачем ты так со мной, Слава? Ну, а что ты хочешь? Ну, хочешь, я тебе деньги дам, ну, покатаешься себе, смоток каких-нибудь купишь, а? Я тебе что, проститутка, что ли? А при чем ты это, а? Ну, при чем ты? Ты что, что ты хотела? Что, прыгнул в койку к уважаемому человеку, да? И что, мечты сбыли, что ли? Ты меня не любишь. Ой. Поимел меня, как шлюху. Блин, стон. В тот день мне позвонил насмерть перепуганный Крутиков. Аж заикался. Гена, она... Что стряслось? Она набросилась. Я ее просто оттолкнул. Я случайно. Ген, помоги. Ты идиот. Ты какого рожда меня-то сюда притащил? Я на нары опять не хочу. У тебя других друзей нет? Ген, у меня друзья. Альтисты, преподаватели истории искусств. Я заплачу, Ген. Сочтемся? Ты только скажи, сколько нужно. Что ты мне звонил, не просекут. Ага. Я телефон с левой симкой на рынке купил. От тела будем избавляться. Замотаем в ковер и вынесем, да? Кавказской пленнице насмотрелся. Менты села найдут нас, по горячим следам вычислят. Избавляться от трупа будем по частям. Как это по частям? Что уставился? Дуй на строительный рынок. Купишь полиэтиленовую пленку, восьмидесятку. И топор. Ага. А может лучше пилу? Пилу нельзя, от нее брызги полетят. Топор лучше. Гена, как ты с этим живешь? Слушай, как ты про это понимаешь? Ты правда хочешь знать? Нет. Тогда делай, что говорю. Так как вас называть? Яков Шенкер? Или Тимошкин? Шенкер давно умер. Ну так может со смерти Шенкера и начнем? Да я могу и пораньше. Университет, кафедра химии, работа по специальности. В сорок шестом арестовали по делу космополитов. Естественно, лагерь. Тогда многие попадали в лагеря. Но не все бандитами стали. А? А меня, гражданин начальник, агитировать не надо. Мне эту агитацию сапогами в печенку вбивали в сорок шестом. Коллеги ваши. Сейчас на дворе 82-е, никто вас бить сапогами не собирается. Так что и вы меня не агитируйте. Вот и договорились, гражданин начальник. Вы ведь воевали? С сорок третьего в разведбате. Это, кстати, мне и помогло на зоне с блатными держаться. Завоевал место под солнцем. И научился, кстати, многому у них. Про зону понятно. Дальше что? Ну, в 53-м вышел по Амнисти и понял, что с этим государство мне не по пути. Оно само по себе, а я сам по себе. Дружки ваши лагерные. Работу подкидывали? Не-не-не, начальник, я с урками не дружил. Я выполнял заказы, как шнифер. То есть кислотой сейфы вскрывал. Лучше всякой отмычки. Шуму мало. В 68-м снова сели. Как на зону попали, раз вертова с такой. Так, урки меня и сдали. Я поссорился с ворами, они вынесли мне приговор. И я понял, что моя смерть – дело времени. Замутил побег. А дальше, вы знаете, появился обувной мастер. Тимушкин. А кто помог устроить побег? Так, вас же нужно было оформить по документам, как погибшего. Этот человек давно мертв. Пускай спит спокойно. Поддельник ваш, технолог Остафьевского фарфорового завода Ширяев, да-да-да-да-да-да-да, дал против вас показания. Вы что? Да вы что, Саня. Ой, сдал меня Саня. Товарищ мой по университету. Ай-яй-яй-яй-яй. Случайно встретились. Он давай жаловаться на жизнь. Вот так и родилась идея добывать золото из краски. Вы придумали схему хищения и руководили всем процессом. Не-не-не, вместе-вместе. Я только помогал сбывать золотые монеты. И вообще имел от этого... Да бросьте вы. Вы уже побывали у вашей двоюродной сестры в Игнатьево. К сестренке? Да вы что? Дом у вас богатый. Ну да. Ковры, фонтан на улице. Да, сестренки, ну все, сестренки. Фазанов из Чехословакии выписали. Ничего себе. Да-да-да, она птичек так любит прямо. Ну бросьте, она шо мне какая не сестра. Она отказалась уже от прежних показаний и пошла на контакт со следствием. Дура. Теперь точно все конфискуют. Так что же случилось там, в арке? Так сестре Ревякин решил поживиться легкой добычей? Эй, молодежь нынешняя, ничего святого. Давайте. Облегчите душу-то, не томите. 2 июня Ревякин, как обычно, повез меня в остатки. Я сказал ему сидеть в машине, а сам пошел к Сашке в дом. Твою ж налево, а. Под окном у дома вашего сообщника Восставьева найден окурок папиросы Ревякина и след от его ботинка. Вот это моя оплошность. Допустил шаблажен. Тот он на обратном пути, Вовка, молчал. Обычно он не замолкает ни на секунду. Как думаете, почему Ревякин не напал на вас на трассе? Сомневался? Нет, меня судьба уберегла. К нам в машину соседка Санина села. Соседка вашего сообщника, технолога Ширяева. Да-да, ей на огурцы надо было в Москву везти. Она и попросилась, но мы взяли, чтобы не вызывать подозрений. Ну и куда соседку с огурцами дели? Высадили в центре Москвы, а сами поехали к моему дому. Дальше не поеду. На дороге кто-то бутылку разбил. Поезд шины парит. За трещотчика, Володенька, мог бы и до подъезда довезти. Ладно. Ты что удумал, Володенька? Не доводи до греха, дед. Отдай золото. А в милицию сунешься? Так я всю вашу Шарашкину контору сдам. Шарашкин. Я понял, что мне не скрыться, спрятал портфель с монетами в подвал, потом полосанул себя ножом, спрятал нож в бумажник в заднем кармане. Ну, дальше вы знаете. Славика Крутикова, мальчишку-скрипача, зачем ножом пырнули? Не-не-не, не надо, начальник, труп пацана на меня вешать не надо, у вас нет доказательств. Ну почему, есть. Парень выжил, очнулся и дал показания. У него мизокардия, сердце смещено в правую сторону, поэтому со Славиком вы промахнулись. Ага, ага, не получилось. Всегда знал, что лезвием по горлу надежнее, а может сказать повезло скрипачу. Парнишку не жалко? А я пришел за своим, а парня на перо посадил, чтобы не болтал. Не люблю оставлять свидетелей, вот. Я не люблю. Кто пришел? Кто пришел? Папа, 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 сейчас будем его ужином кормить, да? Да? Ну, принцесса. Не может, неся. Вот. Снял с избиркнижки. Червонцами из-под полы не приторговывали. Витя? Что? Откуда столько? Ты что, отпускные взял? Не хотел бы я к тебе на допрос попасть. Копил. Тебе на подарок. На годовщину свадьбы. Тебе плащ понравился? Покупай. Мне не нужно плаща, я хотела тебе на годовщину пиджак купить. Да можем вообще все прокутить. Смотаемся на выходные в ригу. Да, а Алена? А Алена с бабушкой побудет, да? Иди ко мне, мой хороший. Иди, моя девочка. Пойдем, я тебе что-то покажу. Что случилось, капитан Дудин? Месяц, как положено, отработаю. А не надо. Свободен. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Только не говори от кого, ладно? Субтитры сделал DimaTorzok